Безопасность детей в приоритете. Активисты общественного народного фронта отреагировали на сообщения обеспокоенных жителей поселка Шмидта. Проблемы и правда нашлись. Например, на последних 100 метрах до школы номер 134 нет тротуара. Приходится выходить на проезжую часть. Проблемы, конечно, и в тротуарах, то, что мало оборудованы тротуары. Не везде на пешеходные переходы сами жители реагируют, которые ездят на автомобилях. Поэтому, конечно, школьникам тяжело добираться. Есть и более короткий путь через овраг, но лестницы здесь находятся не в самом лучшем состоянии. Активисты ОНФ говорят, сейчас эти вопросы будут решаться совместно с администрацией города. Здесь мы обратимся в департамент городского хозяйства, чтобы они вместе с ГИБДД сделали схему организации дорожного движения, предусмотрели новые перешеходные переходы, новые знаки. И в дальнейшем, я думаю, что по весне нужно говорить о благоустройстве тротуара. В администрации города отметили, что в этом году в поселке Шмидта тротуар был восстановлен на Мостовой, а также на Неверово. Велись работы и на Ярославской. На оставшем креолинейном участке муниципальным предприятием благоустройства работы по восстановлению временного тротуара будет произведено до конца этого года. Вопрос строительства непосредственно ступенек в районе Оврага и Петли, где переход улицы Малая Ярославская в улицу Неверово, мы планируем сделать в следующем году. Итоги проверок направят в администрации города и районов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.